и сейчас мы тут он достаточно жесткий то есть он не вообще как не как одеяло привет друзья меня зовут лошкарев андрей вы на канале все по уму настройки сегодня происходит достаточно интересный монтаж монтаж утеплителя типа fall в общем у меня где-то два года назад был сюжет про этот утеплитель я вам его просто показал что он есть он интересен теоретически в цифрах но хотелось бы посмотреть в живую на объект вот прошло много времени не было у меня возможности побывать на таком объекте а сегодня она появилась подписчик нашего канала утепляет свой дом брусовой дом брус у нас 100 миллиметров это летняя дача и задача сделать ее домиком для постоянного проживания и в качестве утеплителя был выбран типа fall 70 миллиметров и вот на этом объекте то есть заказчик нашел строителей и сам делает утепление то есть это не мой объект я здесь и именно как обозреватель мне жутко интересно как это здесь все будет происходить это собственно здесь происходит и самое главное самое главное что я сюда имею постоянный доступ на этот объект для инспекции то есть мне я вот именно ради этого собственно это самое главное для меня вот в этой всей движухи с этим утеплителем значит смотрите что я вам сегодня покажу я вам покажу как происходит монтаж утеплителя и И, собственно, мы будем ждать зимы, весны и, как бы, других времен года, чтобы делать инспекции. Это вы увидите в следующих сериях. Мы будем мерить влажность, мы будем делать замеры по теплу тепловизором. И мы будем общаться с заказчиком, насколько им в таком доме комфортно, экологично, свежо и тепло живется. В поисках информации по Типофолу, что я увидел в Ютьюбе, я только что утеплил дом Типофолом, я два года назад утеплил дом Типофолом, я там и так далее, и все довольны. И нет ни одного сюжета, который бы, что дом сгниет. Вот, кстати, это один единственный, наверное, вопрос, самый главный, к этому утеплителю, к утеплению им, что дома сгниют, потому что Типофол является, по сути, паронепроницаемым утеплителем. И, соответственно, сразу возникает вопрос, что куда денется влажность из дома, она там сконденсируется, и все сгниет или умрет от плесень. И у меня точно такой же вопрос, и точно такой же вопрос у владельцев этого дома. Но, здесь, во-первых, стоит задача тонкого быстрого утепления, они искали, рассматривали пенополиуретан, и, как же он называется, короче, вспомню, напишу. То есть, различные виды утепления, в том числе и ватой, но ваты надо много, нужно там минимум 15-20 сантиметров, чтобы было тепло. А это уже сильно, как бы, увеличивает в толщине дом, и это утепление снаружи, и, как бы, вообще непонятно, как это сделать на этом стареньком доме. И, короче, заказчикам, владельцам этого дома очень, ну, очень понравился типофол, и они решили рискнуть, они созвонились с заводом, они посмотрели все ролики, они прочитали все отзывы, они проконсультировались с представителями завода. Их вроде как успокоили, сказали, что мы готовы на любые расследования, исследования, и мы вам докажем, вы сами увидите, что ничего не сгниет, все будет окей, никакой воды в стенах не будет, вы будете просто жутко довольны теплым домом. Собственно, мы это здесь, и я здесь это и хочу пронаблюдать, и это мы с вами увидим и узнаем в следующих сериях. И сейчас мы тут, он достаточно жесткий, то есть он не вообще как одеяло, вот такая вот длинная штуковина. Так, и давайте вот по монтажу, значит, монтаж у нас начинается с какого-то угла, вот иди сюда, дальше он крепится вот таким вот крепежом, через 70-50 см, ну, вот вы сами на глаз видите, нужно обязательно сделать вот такой вот припуск сантиметров 5 на фундамент, чтобы потом вот этот слой утепления соединить с утеплением фундамента, если он есть. Так, давайте посмотрим дом изнутри. Значит, дом у нас брусовой, первый этаж это брус, толщиной 100 мм. Это была летняя дача, задача из этого сделать зимний дом. Здесь будут теплые водяные полы, наверху у нас каркасная мансарда, обшитая вагонкой, внутри утеплитель, каменная вата. Я хотел сказать по поводу экологичности вот этого материала, вот, может возникнуть вопрос, что это вообще за материал, спененный полиэтилен. Он делается из... Это сырье, из которого делается абсолютно вся пищевая упаковка. Полиэтиленовые пакеты для продуктов, все, что имеет контакт с пищевыми продуктами, делается из вот этого сырья. Нужна ровная поверхность, чтобы спаять? Да, нежелательно, чтобы... Угу. Ну, вовремя... Распорезанно. Давай, давай посмотри. Немножко ставим, тянем в раствор, вот так, поднимаем. Все, готово. Когда угол у нас не 90 градусов, а, ну, в общем, вот такой тупой угол, то он у нас обходится вот таким вот образом, просто загибается. Есть, конечно, небольшой пузырь, но за счет обрешетки здесь все окей. Но вот когда угол 90 градусов, а, я сейчас ставлю вам видео, как это делается правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовый результат. Уже с обрешеткой под сайдинг. Сейчас поподробнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот мы своими глазами увидели, как, и я своими глазами наконец-то увидел, как делается утепление дома типа фолом. Какие выводы я могу сделать из того, что я наблюдал монтаж? В принципе, погода независимый монтаж. Утеплитель не мокнет, как вата. Температура, в принципе, без разницы какая. То есть, круглогодично, в хорошую, без осадков погоду, можно спокойно делать утепление. Мне понравился бесшовный монтаж, что вы, получается, как бы целиком в такое одеяло закутываете дом. Монтаж простой. Здесь рабочие делали это впервые, в первый раз. Ну, вы видели, все интуитивно, просто и понятно. По стоимости, сколько стоит сам утеплитель? Я не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик. Ссылку оставлю просто на те источники, там, где есть цены на него. Вы можете просто посмотреть, сколько это сейчас будет стоить, тогда, когда вы будете смотреть. У меня огромная просьба к вам. Поддержите это видео лайком и репостом, чтобы это видео максимально получило большой охват. Почему? Что производитель не соскочит. И мы через какое-то время, да, вот зимой, весной, летом будем делать инспекции. И будем сами видеть, насколько, как бы, этот утеплитель хорошо работает. Действительно ли не гниет деревяшка? Действительно ли нет какого-то конденсата? Действительно ли он теплый? И чтобы вы сами своими глазами увидели, и я тоже убедился, в реальных свойствах этого утеплителя. На сегодня это все. Будьте умны и назло всем бракоделам. Увидимся в следующих видеосюжетах. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok